Здравствуйте! Вы смотрите программу «Эксперты». Я ее ведущий Сергей Никитин. В нашей передаче мы, как всегда, знакомим вас с людьми, профессионально занимающимися тем или иным видом человеческой деятельности. Сегодня у нас уже третья передача с Натальей Пинус, депутатом Совета депутатов города Новосибирска. Это передача из цикла про бюджет города. Почему это так важно? Потому что вот в среду 23 числа будет приниматься ровно через неделю, будет приниматься на сессии Горсовета уже окончательный бюджет города, то есть те деньги, на которые мы будем жить весь год практически. В этих передачах мы выяснили, что денег у нас, прямо скажем, немного, бюджет так называемый социально ориентированный, то есть хватает буквально вот там только на то, чтобы закрыть какие-то там дыры, в основном там в образовании, там где-то в культуре, там ну вот какой-то уборка там улиц и так далее. Совсем, совсем денег мало. Мы также поговорили, как в принципе их можно увеличить эти деньги, но это до среды мы это точно не сделаем. Поэтому давайте вот сейчас с Натальей Ивановной поговорим, а вот на этой сессии что-то можно изменить? Может быть какие-то поправки можно внести депутатам? Да, давайте об этом поговорим. Действительно, что же в принципе могут депутаты, как они могут влиять? Вот говорят, что вот депутаты принимают бюджет и на них тоже есть ответственность за этот бюджет. Это в общем разумно. Ну раз вы принимаете, да? Да, раз мы принимаем, утверждаем. Давайте сначала поговорим о легитимных способах, которые есть формально, а потом поговорим о том, как они реализуются или не реализуются и как вообще в жизни происходит вот этот весь процесс влияния депутатов на бюджет. Только бы за 10 минут нам в это Попробуем, попробуем, да. Значит, смотрите, у нас есть бюджет в первом чтении, когда депутаты согласуют в целом, что у нас столько денег доходов, столько расходов, столько мы берем в долг. И то вот на это влиять очень сложно, потому что это все обосновано программами. Если я правильно понял, вы на бюджет никак вот на этот не влияете, вы только видите вот первый раз его практически. Да, да. Значит, затем есть, когда мы в первом чтении приняли, мы вот 4 декабря приняли, до 14 декабря должны депутаты подать свои поправки. Это уже конкретно, если я хочу что-то там добавить, то я должна это предложить. Но нужно понимать, что это процедура внесения поправок депутатами в бюджет города. Почему такая сложность? Потому что, смотрите, во-первых, чтобы что-то предложить, что-то куда-то добавить, депутат же на свою ответственность должен предложить. А откуда это взять? Это первая проблема. Во-вторых, чтобы это оформить, нужно найти программу, в которой внутри зашита вот эта вот трата, и потом написать прям полностью, взять вот из этой программы вот такой код, вот эта строчка, и потом все строчки, которые идут там дальше, которые нужно будет поменять, вот в этом грузбухе, их все мне нужно указать. И точно так же, откуда взять и куда переложить, вот со всеми этими, это невероятно тяжелая работа. Но вместе с тем мы вот сейчас, попробовала я внести три поправки своих, я вам тоже про них расскажу сейчас немножко. Но все-таки хочу еще сказать, что это не значит, что депутаты никак не влияли на бюджет. Они влияли и, в общем-то, влияют, только вот не таким формальным способом, как это должно быть. Каким образом влияют? Таким, что ведутся обсуждения, ведутся переговоры с мэрией до того, как мэрия вносит свои, вносит бюджет в горсовет. Обсуждается, что вот это, вот это вот может быть сделать. Я и сама понимаю, что вот, например, у нас по Академгородку именно таким образом удалось внести там целый ряд социальных необходимых трат, потому что уже бюджет был вынесен с такими тратами. Потом еще то, что делали депутаты, можно еще после первого чтения обсудить с мэрией что-то. И мэрия готовит поправки. Вот поправки мэрии каждый год есть, и они принимаются. То есть я там, например, ну вот в этот раз обсудила, что там туда-туда нужны деньги, и их в чтении мэрия немножко поправила. Ну то есть это через мэрию как бы, да? Да, а мы сейчас ведем речь о том, чтобы сами депутаты инициировали, как это по закону можно делать, вот согласно вот этим всем нашим бюджетным кодексам. Ну вы сейчас вот какие-то поправки будете внести? Да, я сейчас хочу, я приготовила три поправки, я их направила, я вам немножко сейчас про них расскажу. И важно, что цель этих моих поправок просто опробовать вот этот механизм. Поэтому они не столь радикальные. Они нацелены на то, чтобы депутаты их поддержали, потому что я понимаю, что если это будут сильно радикальные поправки, типа того, что давайте мы весь автопарк мэрии помножим на ноль, или все СМИ помножим на ноль, то скорее всего такие поправки просто не будут поддержаны, и все, и мы опять не сможем этот механизм опробовать. Давайте я расскажу вам про вот эти три свои поправки, которые я предложила. Первая поправка, вот какая она, касается того, чтобы 10 миллионов вытащить из затрат мэрии на обслуживание автопарка, это машины, которые возят чиновников То есть частично трамваи? Ну, я предлагаю на другую, направить эти деньги на доступную среду При этом я понимаю, что автопарк мэрии вообще-то сильно не пострадает от того, что мы эти 10 миллионов рублей оттуда уберем Понятно, как оптимизировать, что и чиновники даже не заметят этого Но при этом, что даст вот этот 10 миллионов на доступную среду? Мы вот начали такую программу в прошлом году на Советском районе, на моем округе по доступной среде Я понимаю, что это позволит миллион примерно на район, если считать, что у нас 10 районов, да, центральный, 3 как бы И это, ну, примерно получится, что по 3 улицы на округе можно будет привести в порядок Что значит в порядок? Это то, чтобы можно было беспрепятственно проезжать И это не только люди с ограниченной возможностями, это люди с колясками, мамочки, это пожилые люди Им просто будет удобно ходить по этим улицам Вот такая первая поправка Но она очевидна, что, скорее всего, я надеюсь, депутат ее поддержит по своей сути Вторая поправка посвящена вот чему Мы с вами тоже уже обсуждали в нашей передаче, что у нас происходит со снегоуборкой Происходит очень грустная ситуация, потому что у нас только 30% от автопарка Вот снегоуборочной техники, которые должны быть по нормативу Представляете, должно быть 1000, там, что-то 54, у нас 300, ну, примерно вот так, да И та техника, которая есть, у нее износ 83% Можете себе представить? Ну, практически она вся изнушена Если учитывать вот эти вот факторы, то, ну, понятно, почему у нас так на дорогах И у нас за последний год 100 с лишним единиц техники выбыло Представляете, какая нехватка? Конечно, нужна новая техника для того, чтобы убирать улицы Вот, но у нас в первом чтении вообще не было заложено никакой техники новой на покупку Потом сейчас, я так знаю, что мэрия вносит свои поправки, чтобы купить там, позволят 15-20 единиц У нас более 100 выбытия, понимаете? И я такую внесла поправку Всего лишь 10 миллионов убрать из программ, которые посвящены большим общегородским праздникам Это я, насколько вот вижу по бюджету, серьезным образом не скажется Потому что там две программы Одна 178 миллионов, другая 153, которые так или иначе вот эти вот праздники организуются За счет этих 10 миллионов Давайте на эти деньги купим 4 грейдера для, значит, тротуаров для 4 районов Опять же скажу, конечно, радикально это вопрос не решит И цель моя такая, чтобы это была такая скромная поправка, за которую наверняка депутаты проголосуют Потому что она очевидная, чтобы мы создали прецедент Хотя бы один прецедент вот такого случая, что депутатская поправка принята к бюджету Этих ситуаций у нас не было уже, не знаю, очень-очень много лет И, наконец, третья моя поправка, она тоже очень минимальная Но она принципиальная Речь идет о том, что вот горсовет, наш горсовет Ему выделяется примерно 50 миллионов рублей на освещение деятельности в СМИ И я обращаюсь с такой просьбой, что давайте мы 1 миллион из этого уберем Это условно как бы деньги, которые приходятся на депутата Пинуса Я прошу их направить на оснащение стадиона У нас мы в прошлом году сделали стадион Он требует оснащения, открытый стадион около гимназии, чтобы могли пользоваться люди все Вот такая поправка Опять же, я ее делаю, такую минимальную поправку С надеждой, что депутаты поддержат И что у нас будут прецеденты внесения депутатами поправок Хотя посмотрим, что это будет, потому что вот ситуация такая необычная Есть еще поправки у нас, у нас несколько депутатов еще внесли Есть более радикальные поправки Они, конечно, яркие, интересные такие Но я понимаю, что в том виде, в котором они сейчас поданы Депутаты их не поддержат, просто потому что я вижу, какие у нас депутаты И что они могут поддержать, что не могут поддержать Вот такая ситуация Спасибо, Наталья Ивановна, за нашу беседу Напоминаю, что это было мнение депутата Совета депутатов города Новосибирска Натальи Ивановны Пимус Желаю вам удачи на следующей сессии Спасибо Да, через неделю мы узнаем, прошли ваши поправки или нет И вообще, на какие деньги будет жить наш город Вы смотрели программу «Эксперты» Я ее ведущий Сергей Никитин Смотрите нас по средам после 9 часов выпуска новостей Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!